Это чудесное решение. Это абсолютно правильная, выверенная идея и абсолютно здорово то, что она была подхвачена и она сейчас достаточно активно реализуется. Мнение моего коллектива абсолютно идентично моему мнению. Ни одного человека из моего коллектива, не только педагогического, а в целом коллектива школы, не высказал какое-то сомнение в том, что нужно ли это или не нужно. Я вам более даже того скажу, мы активно включились в эту работу и уже внесли свою долю финансовую, благотворительную, для того, чтобы эта скульптурная композиция появилась в городе быстрее. Я ее поддерживаю, потому что я глубоко уважаю этих людей, моих коллег, всю жизнь уважала. У меня в семье все педагоги. Мама – учитель математики, свекровь – учитель русского языка и литературы. Я сама не хотела быть учителем, но так случилось, что я состоялась как учитель. У нас все учителя, и я очень уважаю эту категорию работников и людей. Я думаю, что в этом памятнике каждый может найти отклик чего-то своего. Для кого-то учитель – это вторая мама, то есть учитель – это мама, это наши родители. Для кого-то учитель – это человек, который в чем-то в жизни научил его. Хорошая ситуация, плохая ситуация, в любом случае нас чему-то учат. Поэтому, когда мы собираем деньги на этот памятник и мы даем ему все-таки жизнь, каждый может подумать о чем-то своем, о чем-то, о том, что близко ему, ему по душе и близко его сердце. Каждый день стоим перед этими глазами, перед этими доски, ну и радуемся их успехам. Вот так каждый день. Я учился не в одной школе, практически в шести школах. То есть практически два года в разных школах. Хотя их было много, но есть и любимые, и первый учитель. Первый учитель был в первом классе Николай Амельянович. Я его отлично помню. Классный руководитель. Это был ветеран Великой Отечественной войны, который воевал. Вот. И в наше время уделялось очень большое внимание именно вот этому периоду и воспитанию патриотическому, искреннему, настоящему. Чего в наше время, мне кажется, да не в наше время, в наше время как раз наоборот мы к этому возвращаемся. А вот прошлые годы, чего катастрофически не хватало. Ни один человек не обходится в этой жизни без педагога, без учителя. Поэтому память всем своим учителям, которые когда-то были, кого-то сегодня, может, с нами нету, кто-то сегодня, кто-то в будущем будет. То есть всегда мы как раз должны это, наверное, достоинство педагога именно в этой скульптурной композиции наполнить своей энергетикой, своим желанием, своим видением, что мы все дорожим этим человеком.